Плата за электроэнергию стала камнем преткновения между дачниками и председателем общества «Весна». Люди не хотят переплачивать, председатель отказывается идти на компромисс. В спорном вопросе разбиралась Аймтор Аблина. Еду я готовлю на газу, у меня газ. Вару, уже напаханная на поле, я ложусь на диван, телевизор, тык и уснула. Наталья Дубровина – дачница с многолетним опытом. Домик на окраине города, земельным участком в дачном обществе «Весна» остается отдушиной для души и тела на протяжении 20 лет. Но это лето чаще огорчало, нежели радовало. Мое ощущение, что мы платим свыше того, что потребляем за электроэнергию. 16 тысяч за сезон при том, что у меня электроприборы всего, телевизор, ну полчаса, два часа там горит в день, в субботу, только один раз в неделю. Потом у меня холодильник, который был без конца отключен летом, потому что, ну, говорилось, что какие-то работы ведутся. Дачники не согласны со сборами за потребляемую электроэнергию. Более того, люди уже написали заявление в соответствующие инстанции для проверок финансовых документов. Проверка нам обязательно здесь нужна за вот эти последние три года. Потому что деньги, мы очень бешеные. Всех он бабушек, дедушек, я знаю даже, что обманывает. Кто он? И председатель нашего общества. Как его зовут? Алексей. Все боятся что-то говорить, потому что он угрожает, говорит, сожгу дачу. Когда готовился сюжет, мы просили председателя дачного общества Алексея Чапикова прокомментировать сложившуюся ситуацию вокруг финансовых сборов за электроэнергию. Но председатель и бухгалтер общества Весна наотрез отказались от предложенной им возможности.